Последний джейнбиковский мэр Азиз Суракматов задержан. Находится он сейчас в изоляторе временного содержания ГКНБ. Скоро ему определят меру пресечения. Сомнений никаких нет. Экс-градоначальник с большой долей вероятности будет дожидаться суда в камере СИЗО. Всем привет! Канеметов с вами. Обвинили Суракматова в незаконном обогащении. Статья-то, к слову, довольно дежурная. Ведь в незаконном обогащении можно обвинить любого бывшего или действующего чиновника. Но применяют эту статью почему-то избирательно. Своих прикрывают, чужих рано или поздно закрывают. Давайте теперь к тому, что же по версии следствия натворил экс-мэр. Установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов. Для незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков Азиз Суракматов оказывал давление на работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов. Бывший мэр делал это для получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями стройкомпании, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов. Из сообщения ГКНБ. Хм, а ведь мы об этом предупреждали. Твердили, что назначать акулу строительного бизнеса мэром столицы нельзя. Вот отрывок нашего сюжета. Сделали мы его три года назад, 27 июля 2018 года. Незадолго до вошедствия Суракматова на мэрский престол. Будущий мэр, судя по публикациям в СМИ, настоящий строительный магнат. Его близкие родственники предположительно владеют как минимум пятью компаниями. И все они связаны со строительным бизнесом. Вот, например, компания Елизавета. Строит она исключительно высотные дома. Учредители Елизаветы Гульбара и Айдар Суракматова. А вот и доказательства. Данные о регистрации сайта Минюста. На имя тех же Гульбары и Айдара Суракматовых оформлены еще две компании. Столица строй и агентство недвижимости Слон. Первая строит дома, другая продает. Гульбара Суракматова теперь уже без Айдара владеет так же такими строительными компаниями, как самолет и юрист Риэлтстрой. Кто же такие эти таинственные личности Гульбара и Айдар? В интернете предполагают, что речь идет о сыне и сестре Азиза Суракматова. За два года своего правления Суракматов заработал свыше 50 миллионов долларов, сообщает ГКНБ. В прислужбе ведомства даже прикрепили к релизу какие-то фотографии, видимо в качестве доказательства незаконного обогащения. Три дома на Иссыкуле, один деревянный, добротный, два других попроще, отделаны дешевым сайдингом. А теперь традиционный ход ГКНБ в таких случаях. Опубликован список имущества опального экс-мэра. Данные для нас вручную и бережно собирали лучшие сыщики Госкомитета национальной безопасности. Правда, только они не уточнили, когда именно Суракматов успел стать обладателем баснословных богатств. Во время своей работы на должности мэра или это произошло много раньше? Столица и Столица Плюс. ОСО «Ливерпуль», ОСО «Акнан», ОСО «Поларис Групп», ОСО «Юрист Риэлт Строй», ОСО «Самолет», Центр отдыха «Улитка». Коттеджи в селе Бостери на территории санатория Крыгыска-Взморья оформлены на сестру и брата Суракматова. Коттедж в селе Сарой, Центр отдыха «Акмарал» оформлен на супругу Суракматова Джумалиеву А.Д. Списки имущества опубликуют не просто так, это такой расчет. Увидев то, чем владеет чиновник, в сердце удоверчивого пролетариата должно проснуться чувство гнева и ненависти. Проклятые буржуи, гореть вам в аду. А вот и праведный гнев обманутого народа. По невероятной случайности, именно сегодня прошел митинг против так называемых маслокрадов. Государство для народа, долой коррупционеров, требуем посадить воров. Что будет дальше? А это теперь зависит от самого Суракматова. Если упрется и начнет качать права, то ему конец. Имущество отберут, а его самого надолго посадят. Но эти позитивные для бывшего городоначальника сценарии. Если он поделится частью капитала, то он быстро окажется на свободе. Немного для вида насыпать в бюджет, а львиную долю отдать тому, кому нужна. Чем Суракматов так не угодил правящей группировке? Вроде вел себя тихо, никуда не лез. А, хотя нет, все же лез. Ведь он выдвинул свою партию на выборы в городской кенеш и даже смог пробиться в лидеры. Но с гонки НДПК сняли первой за массовую подкупь избирателей. Видимо, Джапаров и Ташиев посчитали действия Суракматова угрозой для своего режима. НДПК партиясының штаб басшысының қамақта отыршу, албетті НДПК партиясының мұндан гейінгі қадамдарына тасир бербе қойбы, чон тасир едет. Шондықтан, мен бірлі Сураныч менің қайлып жатам. Суракматов Ази Милбекович. Мұндан гейінгі қачпайты, алгешы өзінің ақтығын, адлеттілің құрып жатам. Шоғы мұзан чеңде дәлдіп, дәлді алаттығын бізі шенште біз. Шондықтан, мен Суранған Ази Милбекович. Башқорғу чарасын өзгөртіп. Шоғы қымкан сізосында емес, үйі қамақа өзгөртіп беріңіздерді Суранаусын. Ну, сколько можно носиться с этим аконитом? Міністр здравоохранения продолжает позорить президента. Давайте начнем сначала. После недавнего визита Джапарова в Россию, Алымкадыр Бешеналиев взял и раскрыл детали разговора двух глав государств. Президент Садыр Джапаров рассказал главе Российской Федерации Владимиру Путину о лечении ковид-19 и сыкульским корнем. Джапаров рассказал ему об этом сам. Для того, чтобы внедрить какое-то лекарство, оно должно пройти испытание. О том, что эффект атака не-то есть, мы проводим через научно-техническую экспертизу. Мы обратились ко многим научным экспертам России. В администрации президента в спешном порядке заявление министра опровергли. Джапаров с Путиным об исыкульском корне не заговаривал. В рамках официальных переговоров данная тема не обсуждалась. Алымкадыр Бешеналиев успокаиваться не стал. Он продолжил уверять, что Джапаров и Путин все же обсуждали эту тему. Вчера вечером мы с президентом сидели и смеялись. Видите, они официально с Путиным не обсуждали аконит, а просто потом поинтересовался Путин этим вопросом. Тогда Садыр Нургодиевич ответил, что да, сейчас проводятся клинические испытания. Владимир Владимирович на это сказал, проводите, потому что в России тоже исследуют разные лекарства от ковид-19. Сейчас всевозможные вакцины пробуют. А какие осложнения ждут, никто не знает. Депутат Мумбеков предложил проверить психическое здоровье главы Минздрава. Он явно не в себе. Пока министр занят рекламированием сомнительных настоек, наводить порядок в ведомстве некому. Вот один из ярких примеров. Для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, снова закупили некачественные иглы для шприц-ручек. Об этом апрелю сообщила глава общественного объединения детства без диабета Нурхан Джумабаева. Ставить уколы такими иглами очень болезненно для детей. Они очень жесткие, особенно для малышей. В день они делают до 10 уколов. Даже с качественными иголками процесс получения инсулина очень болезненный. И на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами был Канат Канеметов. Всем мира!